Добрый день! Погода супер! Я начинаю с погоды, да? Многие говорят, что такое прогноз погоды, да? А некоторые говорят, даже нравится. Ладно, приступим к делу. И вот, как видите, мачта уже у меня, можно сказать, сваренная полностью, покрашена, покрашена в два слоя, уже высохла. Первый раз я красил вчера, а сегодня покрасил второй раз. Вот, она полностью уже сухая, ну, на такой жаре понятно. Громад, вот он у нас какой. Все, вот наш треугольник для тросов, наши стыки, вот как они упрочнены, вот так. Сейчас мы займемся, вот, достал уже трос. Ну, толрепы эту чисто так, сейчас их ставить смысла не будет. А вот крепить, мне надо, вот там тросы, надо отрезать, вот, по размеру, потому что тут цельный кусок 50 метров. Вот, эти штучки, зажимы. И сейчас мы вот этим делом займемся. Только бетон более-менее схватится. Ну, я же говорил, где-то через неделю, ну, может, дней через шесть. Посмотрим по времени, как у нас там это. И я же проверяю тоже на прочности этот бетон. И потом будем ставить. Ну, а сегодня закрепим вот это все дело. Все надо подготовить, чтобы лежало уже полностью все готовое. И как только, так и сразу. Поехали! Будем заводить трос и зажимами крепить. Но на перегибе, видите, и так крепят. Ну, я купил вот такие штучки, чтобы трос слишком под острым углом не перегибался. Здесь радиус есть изгиба. И вот мы три троса закрепим. Ну, вот так один трос закрепил. В таком же духе будем крепить остальные. Больше смысла показывать здесь нету. Закреплю. Покажу уже готовый результат. Кстати, трос буду резать болгаркой. Потому как ничем другим не перекусишь. Для троса надо специальные там серьезные клещи. Можно зубилом на наковальне перебить. Ну, тоже в свое время как-то делал. Ну, сейчас болгарка. Вот этот участок как бы я сделал. Вот. Значит, смотрите. Вот эти штучки от перегиба троса. Зажим. Второй зажим. И потом загибаю. Ну, и тут уже чисто стрипсой. Стрипсы черные, которые не боятся солнечной радиации. Белыми на улице нельзя. Они через лето рассыпятся. Вот. Ну, вот так все. Видите? Как бы здесь капитально. Нормально. Одну линейку троса я отрезал. Та, которая у меня будет более короче. И идет в гору. Растяжка жадна. В гору идет. Там покороче. Вот я отрезал с запасом. А здесь я трос просто не резал. Видите? Чтобы... Я не знаю. Там пошел уклон. Сколько метров. Я сейчас померять не могу. Сидеть рассчитывать этот уклон. Диагональ. Теорема пифагора. И так далее. Просто я взял с мотка два конца и закрепил туда. И моточек будет здесь. Потом, когда надо будет крепить, уже растянул трос. Сколько надо запас обрезал. Как бы здесь все готово. Талрепы, естественно, это внизу будут. Ну и внизу точно такой крепеж будет троса, как и вверху. Поэтому сейчас ничего не готовится. Это я сейчас смотаю и примотаю к мачте. Чтобы оно не мешало. Ну я вообще-то все тросы сейчас примотаю. Потому что поднимать то мы будем не тросами. А будем поднимать нашей стропой. Веревкой, можно сказать. Ну вот и все. Мачта готова к подъему. Видите. Все уже закреплено. Вот так. Вот тут запас тросов. Смотанный. Тоже застрипсовал. Осталось только понести ее туда. И начать подъем. Добрый день. День как бы не жаркий. Как бы и неплохо. Но там, блин, немножко может быть и на дождь. Видите, что там творится. А я на сегодня задумал подъем уже мачты. Вчера целый день лил дождь. Не, ну не сильный такой. Работать ничего нельзя было на улице. Сыро, мокро. И вот я уже подготовил, как говорится, инструмент. Не инструмент, а подъемочные материалы. Два блока. Вот у меня канат. И петелька. Ну и карабины, естественно. Мы эту петельку зацепим. Чуть ниже растяжек, чтобы она там не путалась с ними, не мешала. Вот здесь. Удавкой, как говорится, здесь зацеплю. И два карабина, две растяжки. А третья будет чисто поддерживающая. И двумя растяжками будет подтягиваться. На двух растяжках будут вот такие блоки. Кто смотрел прошлые логи, они самофиксирующиеся. Я подтянул один. Он зафиксировался и бросил. Не надо его постоянно держать. А зацепил уже за те бетонные столбики. И другой. И так оно поднимется очень легко. Столбики уже застыли довольно хорошо. Хотя прошло пять дней. В принципе, и вчера даже можно было поднимать. Ну, значит, а легкая я ее сам поднимаю. Без, как говорится, вопросов. Ну, сколько тут? Килограмм сорок, наверное, она весит. Если дождя не будет, будем поднимать. Ну, все, мачта на месте. Вот, как видите, здесь как раз упор вот на этот столбичок, который приварил. Положил, видите, не вертикально, но по склону. Я бы его так положил. Провод мешает. Поэтому вот так вдоль, видите, провода. Если бы не было провода, было бы проще вот так ее поднимать. Ну, ничего, нормально. Сейчас привяжу растяжки временные с каната. И подготовим все это дело, закрепим на эти же наши штуки. Кстати, бетон уже, камень. Вот, за пять дней там уже выдержит нормально. Так что, пойдем будет. Дождь благо, пока не капает. Не каплет, как говорится. Попробуем поднимать. Принес я все аксессуары здесь. И для начала, вот видите, забил вот здесь вот таких два штыря, чтобы низ мачты удерживался. Потому что он уперся сюда, то нормально. Но может сойти в сторону, так как не совсем наделся на вот этот штырь. Подстраховал. А потом, когда она чуть поднимется, она уже никуда низ не уйдет. И будет все нормально. Ну вот так. И будем крепить этот фал на вот эти наши блоки. Для начала, сейчас мы зацепим вот эту ленточку вот сюда. Так. Значит, делаем двойной на удавку. Вот так. И перехлёст еще. Вот так. О! Вот. И все. Их будут два каната. Все. Сейчас будем вязать канат. Значит, канат вяжем не обычным узлом или двумя узлами. А вяжем один узел восьмерка. Самозатягивающийся и не распускающийся. Он вяжется чуть на выворот, как обычный узел. Вот. Но его достаточно одного. А так один узел он не держится. Обычно вяжется вот так. А потом еще один. Ну, это, как говорится, уже альпинистские приколы, узлы. Ну, а так как мы по мачтам лазили, по работе, то проходили же курсы высотников. Поэтому он вяжется чуть по-другому. Не вот так, а в обратную сторону. И вот так. О! Все. Вот она. Восьмерочка. Вот так. И все. Больше ничего вязать не надо. Он в жизни не распустится. И точно так второй. Ну, сейчас я отмеряю длину на блок вот туда. И отрежу. И потом второй привяжем вот сюда. И будет все у нас вот так. Учим. И так, classic. ну вот так одна стропа готова сейчас крепим туда вторую ну все эти я как бы растянул вот и натянул вот они хорошо и вот тут надо третью сейчас мы третью привяжем до вот этой нашей закладной столбика бетонного не можно будет поднимать но угол то видите практически никакой вот то есть она не поднимает я сюда сейчас принесу у меня козлик там есть вот и мы на него сейчас чуть приподнимем что был угол для подъема уже нормальный а дальше будет легче и легче стоит ей буквально чуть-чуть оторваться но сейчас мы и тут подмостим немножко угол поменяет и уже будем подтягивать ну все как бы готова к подъему как вы видите я сначала принес козлик вот такой остался еще не разобрал после стройки вот но оказалось низко потому что видите угол угол строп для подъема и угол самой мачты различается очень мало поэтому усилия в основном идет давление туда а не на подъем принес он лестницу уже видите чуть-чуть его приподнял вот этого не все сейчас без проблем главное чуть-чуть увеличить угол а дальше я спокойно там будет тянуть все подымем ну вот и всего и это заняло ну не больше даже сам подъем занял не больше полчаса минут 20 наверное вот и все подготовка конечно заняло вот все она практически вертикально стоит обман зрение очень сильный когда есть уклон кажется что вертикаль не так как она стоит not видите столб у нас даже наклонен туда вот она стоит практически вертикально все и сейчас буду раскусывать эти стрипсы и трасса и уже готовить закрепление на трассы вот так потом по уровню выставим как надо толрепами все поравняется натянется вот идеально она стоит просто супер мне нравится сейчас посмотрим с другой стороны вот она выше вот этого дерева то вот смотрите вот вообще класс растяжки же видите будут выше вот сейчас мы их подцепим и там антенна отлично стреляет туда ну все уже можно сказать самое сложное так несложное стоит продумать и как и что это сделать а нечего сделать и не надо никаких помощников даже все смотрите канал трепанация пора крепить трассы принес я вот толрепы зажимы ну и вот эти штучки которые будут вот здесь чтобы перегиб трасса не было и он не терся об эту арматуру вот но сначала толреп надо выкрутить на максимум сколько можно ну чтобы оставалось там несколько миллиметров резьбы вот так потом же надо будет их натягивать я не ставлю остальные зажимы вот эту временную потому что вертикаль я еще не знаю я попустил трос веки может сам трос надо будет подтянуть а потом уже стал рэпом я вертикали еще не смотрел хотя сейчас мы посмотрим я принес уровень посмотрим вертикаль да надо тянуть на себя она ушла чуть туда вот вот в ту сторону вот туда надо тянуть по цеплю же все подтяну покажу дальше уже все понятно болгарку сюда надо будет переноску тянуть чтобы отрезать у меня нету щипцов которые трассы режут так 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 ну как бы тросами закрепил смотрим видите она наклонена в ту сторону и и надо о-о-о-о как как тянуть еще туда надо не вот таки надо по опустить даже немножко ну вроде бы и все растянул вот видите по уровню вот так и теперь под 90 смотрим вот так вот тоже все по уровню значит не осталось зафиксировать вторыми зажимами вот и убрать уже вот эти веревки троса натянутый довольно нормально ну я не знаю какую надо натяжку ну так на ощупь нормально и дождь уже начинается уже мелкий мелкий дождь идет так что я закругляющаяся которые зажимы по закрепляю ну вот и все мачта установлена эти веревки убраны вот так растяжки натянуты зафиксированы все отлично вот и натяжка нормальная так что все как бы хорошо но идет мелкий дождь поэтому вот эти веревки стропы я пока убирать не буду пускай стоит и столб тоже перевесим вот эти провода туда тоже он там подвес есть и все просто там не закрепить надо сниму вот эти веревочки и там закреплю вот эту а столб спилим ну все так что скоро будем ставить оборудование будет еще много чего интересного смотрите канал трепанация подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии ну не забывайте про авалон пока